Привет-привет! Заходи! Сегодня мы делаем обзор ремонта квартиры в новостройке и на примере этой квартиры я расскажу вам сколько стоит ремонт квартиры в новостройке в Москве в 2022 году. Данный ремонт мы делаем по дизайн-проекту Юлии. Ссылочку оставим в описании. Она делает очень современные стильные проекты. Данный объект находится в городе Химке это ЖК Аврора. Общая площадь по полу составляет 66 метров квадратных. Стены в данной квартире сделаны под покраску. Есть различное панно, есть 3d панели. Также в санузлах уложена плитка и на полу по всей квартире сделан в один уровень кварт-венел. Сейчас мы с вами находимся в прихожей. Сзади меня находится входная дверь, по левую руку находится спальня. В этой области находится кухня с санузлом. Передо мной находится второй санузел и там находится у нас детская. Обзор мы начнем с вами с детской комнаты. Пойдемте. Это детская комната. У этой квартиры есть дизайн-проект. И бывает такое, что когда мы реализуем проект, что-то вживую заказчику не нравится. Вот так произошло в данном объекте. То есть смонтировали рейки. Было как по проекту, но заказчице показалось, что надо сделать по-другому. В итоге мы их сейчас демонтировали, будем переделывать стену и, соответственно, после этого наклеим рейки повторно, но уже с зазором. Поэтому данные рейки сейчас пока что находятся у нас на полу. Мы переподготовим стену, переделываем ее и после этого обратно уже наклеим рейки. Самая видовая стена в детской, это та, которая сейчас находится за мной. Здесь поклеены 3d панели, после этого они были покрашены. Покрашены они были пульверизатором и нанесение грунтовки, даже перед покраской нужно делать обязательно пульверизатором, либо у вас будут подтеки. Итак, что же здесь было сделано по работам? Сначала мы подготовили стены под покраску. Мы сделали штукатурку стен, мы сделали стартовую шпаклевку стен, мы поклеили стеклохолст, после стеклохолста мы сделали финишную шпаклевку и обязательно перед каждым этапом мы делали грунтовку стены. Совокупная стоимость подготовки стены под покраску выходит 2700 рублей за метр квадратный. Это только работа без материала. Помимо подготовки стен под покраску, здесь еще, обратите внимание, есть скалодром. Для того, чтобы подготовить стену под скалодром, нам необходимо сделать закладную под скалодром. Сделали мы ее из фанеры. Фанеру мы прикрепили очень прочно к стене, мы делали это болтовым соединением. Достаточно много, обратите внимание, крепежа сделано, плюс мы еще ее поклеили и теперь на нее можно устанавливать скалодром. Стоимость подготовки стены под скалодром составляет порядка 15 тысяч рублей. Стоимость поклейки 3d панелей из гипса составляет 1200 рублей за метр квадратный. Очень важно, что в эту стоимость входит не только сама поклея к этой панели, а также стоит ее шпаклевка, корректирование каких-то недочетов, стыков и после этого эту панель нужно покрасить. Конкретно эта панель составляет 4 метра квадратных, то есть мы умножаем на 1200, получается общая стоимость монтажа этих панелей. На полу у нас вложен кварцвинил. Для того, чтобы подготовить пол под кварцвинил, нам необходимо сделать стяжку, после этого сделать нам наливной пол. Кварцвинил нельзя устанавливать без наливного пола, так же как и хороший ламинат. Стоимость подготовки данного пола под кварцвинил и монтаж кварцвинила составляет 2400 рублей за метр квадратный. Сейчас я вам объясню, как считать. Мы берем общую площадь пола и умножаем на стоимость монтажа данного пола. Если вы хотите рассчитать стоимость стен, вы берете общую площадь стен и умножаете на стоимость работ по стенам. Если вы делаете ремонт по дизайн проекта, то данные площади вы можете взять прямо из дизайн проекта. Из детской мы попадаем в спальню. Здесь у нас на полу также идет кварцвинил. Соответственно, стоимость монтажа кварцвинила и подготовки основания пола под кварцвинил составляет 2400 рублей за метр квадратный. Субтитры создавал DimaTorzok Стены в этой комнате также подготовлены под покраску. То есть мы сделали штукатурку, стартовую шпаклевку, сделали стеклохолст, сделали финишную шпаклевку и каждый слой мы обязательно грунтовали. Стоимость подготовки такой стены составляет 2700 рублей за метр квадратный. Также здесь в этой комнате есть декор. Это поклеенные наклейки и смонтирована деревянная панель. По стоимости монтажа декора обычно эта стоимость стоят от 250 до 400 рублей за метр погонный. Чтобы высчитать стоимость монтажа декора, нужно умножить количество метров в погонах этого декора на стоимость рублей за метр квадратный. По всей квартире здесь выполнен натяжной потолок. Стоимость его монтажа с материалом составляет порядка 2000 рублей за метр квадратный. Стоимость чистового электромонтажа, то есть монтажа розеток, выключателей, всех бра, люстр по этой квартире составил порядка 35000 рублей. В этой квартире есть кондиционер. Стоимость его монтажа вместе с самим кондиционером составляет порядка 40000 рублей. Стоимость монтажа таких дверей с наличником составила 6000 рублей за штуку. Далее мы идем на кухню. Здесь у нас уже смонтирован фартук. Стоимость монтажа фартука и в принципе любого керамогранита составляет порядка 2000 рублей за метр квадратный. Также на кухне у нас есть замечательное панно. Это панно полностью цельное, это не обои. Оно клеится аккуратно, соответственно, в один элемент. Стоимость монтажа такого панно составляет порядка 1000 рублей за метр квадратный. Немножко об окнах. Стоимость работ по выравниванию откосов составляет 1000 рублей за метр погонный. Стоимость монтажа подоконника составляет 1500 рублей за штуку. Также вдоль стен у нас установлены здесь плинтуса, которые делаются под покраску. Стоимость монтажа данных плинтусов составляет 150 рублей за метр погонный. А теперь пройдемте в ванную. В ванной у нас по стенам смонтирован керамогранит. На полу у нас, обратите внимание, идет также кварцвинил. Кварцвинил идет в один уровень по всей квартире. Стоимость укладки керамогранита составляет 2000 рублей за метр квадратный. Из элементов сложных и дорогостоящих здесь есть ниша под шампуни. У этой ниши не просто сделаны полки, а сделана она собрана из гипсокартона. После этого вся плитка была подрезана под 45 градусов. Делалось это все дело в цеху гидроабразивной резкой. Соответственно, сама подрезка составила порядка 20000 рублей. Плюс монтаж гипсокартонового короба, монтаж плитки. Общая стоимость, конечно, выходит более 30000 рублей. Но, честно, мое мнение, это стоит того. Потому что у вас получаются большие ниши. Много можно разместить туда всяких шампуней. И самое главное, что они не боятся влаги. Потому что эта область сделана из влагостойкого гипсокартона. После этого мы сделали гидроизоляцию. И уложили плитку, выполнив затирку. Также здесь смонтированы такие элементы, как полотенцесушитель, унитаз. Уже смонтирована ванная. В ближайшее время мы смонтируем гигиенический душ, раковину. Общая стоимость чистового монтажа сантехники составляет порядка 20-25 тысяч рублей. Ниша под ванной, выполнена из гипсокартона. И вот эта часть тоже сделана из гипсокартона. Это называется ниша под ноги. Мы всегда ее рекомендуем всем делать обязательно. Потому что мыть детей или как-то захолодовать ванную проще, когда у вас есть место для ног. Стоимость монтажа такой ниши составляет 1500 рублей за метр погонной. А теперь сердце этого дома. Сантехнический узел. Здесь у нас размещено все сантехническое оборудование. Такое как гребенки. Компенсатор гидроудара. Гребенка, это, соответственно, где установлены у нас все краны. На каждый потребитель идет свой кран. Соответственно, у нас везде энергофлекс, который идет в цвет. Красная, соответственно, горячая. Синяя, холодная. Также здесь есть грязевые фильтра. Это вводные краны у нас. Обратите внимание, мы стараемся ставить их обязательно только овентруб, потому что это очень хорошие краны. Вся эта сантехника собирается из задачи. Один раз делал и забыл. Здесь все хорошие очень элементы, дорогостоящие. Сами трубы, соответственно, это сшитый полиэтилен, рихао. Гребенки, фар. Если брать некоторые элементы, иногда мы используем вега. Они немножко подешевле, но также идут достаточно надежные. Люк, который это все дело скрывает, идет непровисающий, скрытого монтажа, нажимной. Люк фирмы Шагма. В среднем такие люки, составленные, стоят порядка где-то 13-20 тысяч рублей, в зависимости от размера. Вся работа по прокладке отопления, водоснабжения, канализации, установке инсталляции, сборке сантехнического узла составила 250 тысяч рублей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для повышенной пожаробезопасности мы прокладываем кабель обязательно в гофре. Используем кабель ВВГ-НГ-ЛС, то есть он идет сам по себе уже не горючий. Делаем прокладку кабеля по квартирам, именно по полу. Я считаю, что это более надежный вариант. Единственное, что если только нет возможности проложить по полу, мы делаем тогда по потолку. Стоимость чернового электромонтажа в этой квартире составила 150 тысяч рублей. В эту стоимость входит абсолютно весь черновой монтаж. То есть установка подрозетников, прокладка кабеля, штраба по стенам, сборка щитка, подключение, проверка, установка выводов под водонагреватель, под вентилятор, под все абсолютно приборы. Единственное, что в эту стоимость не входит, это чистовой электромонтаж, когда мы устанавливаем розетки, выключатели, вешаем бра, светильники. Чтобы рассчитать стоимость чернового электромонтажа, нужно понимать, сколько метров погонных кабелей будет прокладываться, насколько это сложный проект, есть ли в нем светодиодные ленты, слаботочные щитки. И вот в данной квартире был достаточно простой электромонтаж. Здесь стандартно идет набор бра, люстр, розеток, выключателей. Да, здесь есть несколько проходных выключателей. И стоимость зависит от того, насколько у вас много сложных элементов, которые увеличивают срок работы и, соответственно, ответственность. Если брать по простому вариант расчета, в среднем обычно по Москве стоимость электромонтажа составляет от 2,5 тысяч за метр квадратный по полу до 4, 5, 6 тысяч за метр квадратный по полу. В данной квартире это составило 150 тысяч рублей за 66 метров квадратных по полу. Продолжение следует... Это гостевой санузел. Здесь по проекту у нас стены под покраску. Для того, чтобы подготовить именно в санузле стену под покраску, ее необходимо также отшпаклевать, загрунтовать, сделать стартовую шпаклевку, финишную шпаклевку, сделать стеклохолст. И что немаловажно, именно в санузле нужно использовать шпаклевку на цементной основе, потому что она не боится влаги. Стоимость подготовки стен под покраску в санузле аналогичная, как по квартире. То есть составляет 2700 рублей за метр квадратный по стене за работу. Единственное, здесь есть одна стена, выполненная из керамогранита. Это там, где установлена у нас инсталляция. Стоимость монтажа плитки составляет 2000 рублей за метр квадратный. И вот короб, который у нас стоит, получается, и закрывает трубы, он выполнен из гипсокартона. Соответственно, он сделан из двухслойного гипсокартона с направляющими. Стоимость монтажа ГКЛ коробов составляет 1500 рублей за метр квадратный. А еще я хочу рассказать вам про важный лайфхак при установке кондиционеров. Так как сейчас запрещено вешать на фасад вывод дренажа, его нужно вывозить в канализацию. Некоторые вводят в канализацию прямо напрямую, без сифона. Так делать ни в коем случае нельзя, потому что у вас будет очень неприятный запах со временем. Нужно обязательно устанавливать сифон, вот так вот он выглядит. Дренаж уходит в него, соответственно, вся влага потом попадает в канализацию. Но сифон позволяет, во-первых, его можно будет обслужить, почистить, во-вторых, он устраняет ненужный, неприятный запах. В этой области не просто так какое-то отверстие, а здесь будет люк, соответственно, для того, чтобы можно было обслужить как раз сифон. И обратите внимание, здесь видно, что все стояки мы обязательно делаем шумоизоляцией, для того, чтобы когда кто спускает воду, у вас не было шума. Подведем итог. Общая стоимость работ составила миллион двести. Здесь 66 метров квадратных, если поделить, получается порядка 18 тысяч за метр квадратный за работы. Общая стоимость материалов составила порядка 15 тысяч рублей за метр квадратный. И если это все сплюсовать, то выходит суммарно порядка 33 тысяч рублей за метр квадратный. Это работы плюс материалы. Для расчета стоимости именно вашего проекта присылайте к нам его в социальной сети или на почту. Мы сделаем расчет и отправим вам подробную смету. Напишите, пожалуйста, в комментарии, как вы считаете, это адекватная стоимость, или они завышены, занижены. Именно для города Москвы мне очень интересно ваше мнение. И в завершении ремонт не так страшен, как о нем рассказывают. Всем пока. Строй онлайн. Строй онлайн.